Приветствую вас, Наталья. Ну, смотрите, если глобально, если глобально смотреть на вашу ситуацию, да, именно глобально, то глобально она выглядит так, что у вас занижена самооценка достаточно сильно, потому как вы, ну, готовы стать любовницей для мышины, вот. И не то, чтобы я это осуждал, не то, чтобы я это осуждал, вот, ни в коем случае, на самом деле, ни в коем случае я это не осуждаю, вот, то, что вы хотите быть любовницей, но момент здесь, он, на мой взгляд, вот такой момент, момент здесь, что вы хотите стать не единственной женщиной для своего мужчины. Вы хотите стать, ну, как бы, любовницей, а это почти всегда проблема с матом, вот. Такая история. Поэтому, видимо, развод ваш с мужем существенно на это повлиял. на то, что вы, вот, стали как-то хуже о себе думать. Это первое. Второе. Вы говорите о том, вы пишите о том, что, значит, развод долго переживал, а решила больше никогда не влюбляться. Вот, как это, как так вы решили больше никогда не влюбляться, это, конечно, очень интересно. Очень интересно. Как вы решили никогда не влюбляться, как это вообще возможно. То есть, как, эээ, возможно не влюбляться, если это происходит, эээ, как правило, без, ээээ, участия, ээээ, человека, самого. Вот. То есть, по сути, это, по сути, вы говорите здесь о защите. Вы говорите о том, что вы хотели и хотите, да, себя защитить. Вот. Вопрос заключается в том, от чего вы хотите себя защитить. То есть, ну понятно, что вы, значит, пережили травму, вот, из-за развода, это понятно, что вы пережили травму из-за развода. Но почему-то вы, вот именно болезненно на это отреагировали. Вот. Мне кажется, что с причинами такой реакции вашей, которая, как мне кажется, вами ещё не пережита до конца. Ну, так же желательно бы поработать. Так же желательно бы в этом направлении поисследовать, в этом направлении позаниматься. Вот. Самое главное, ну ещё раз, решить вы не могли ничего, нельзя решить, что я не буду больше влюбляться. Вот. Дальше. После развода было два романа, они закончились, я и не переживала. Прошло очень много времени, я познакомился с мужчиной. Ну, смотрите, здесь, то, что вы описываете, да, описываете вы, по сути, появление, ну, появление своих чувств, как мужчина. После того, как, эээ, стало, возможно, беременным. Вот. И есть ощущение, что вы к нему просто, эээ, значит, привязались. Вот. И если вы к нему привязались, а вы всё-таки, скорее всего, эээм, привязались. Вот. То работать нужно с этим. С тем, почему вы привязались к мужчине. Что послужило причиной для привязки, эээ, к человеку. Этим тоже желательно разобраться. Ну, и те же, эээм, те же потребности, те же потребности, которые я обозначил выше. Они, да, эээ, проявляют себя и в том, что вы сейчас находитесь, эээ, ну, вот, в таком состоянии, да. Депрессивным. Такая вот история. На мой взгляд. И если вы, эээ, вот вы и спрашиваете в конце, да, эээ, что делать. Если вы хотите, эээ, мужчину, эээ, привлечь, да, если вам хочется, чтобы он был с вами. Мужчина, я имею ввиду. Это один набор действий. А если вы хотите разобраться, например, в себе, что это другой набор действий. Вот, тут все зависит исключительно от вашего желания, от ваших потребностей. Вот, и работать нужно именно в этом направлении. Значит, так. Эээ, значит, так, я не знаю, как мне дальше быть, чтобы что, как забыть его или попытаться вернуть. Забыть не получится, можно поработаться, опять же, с вашими чувствами. Эээ, с вашими желаниями, Наталья. С тем, что вы хотите. Потому что видно, что, так вы и не, эээ, восстановились после брака. Эээ, после развода. Точнее. Вот. Развод, это, эээ, всегда. Травма, эээ, для любого человека, не только для вас. И, в общем-то, я понимаю, что вы, скорее всего, еще не оправились. Эээ, о чем говорят ваши аффективные высказывания по поводу того, что вы, вот, решили никогда больше не влюбляться. Эээ, вот. Эээ, значит, эээ, вот он говорит вам, что вы загнали его в угол, в конце сказал, что вы когда-нибудь встретились, а я поняла, что влюбилась и мне его не хватает. Понимаете? Понимаете? Влюбленность, влюбленность и, эээ, то, что вам, эээ, человека не хватает, эээ, вещи разные. Понимаете? То есть, эээ, есть разница между, эээ, тем, когда вы влюбляетесь и, ээээ, хотите, эээээ, значит, что-то, ну, что-то сделать для человека, что это влюбленность. Но если вы, если вам его не хватает, то речь не совсем идёт о влюблённости. Если вам его не хватает, речь идёт немножечко о другом, речь идёт о потребности. И вот потребности, потребность и нужно раскрыть вам. Понимаете? Вам необходимо раскрыть потребности для того, чтобы быть, эээ, более, ну, независимым. Независимым. Вот. Понимаете? Какая штука. Такая вот история. Многое здесь зависит от вас. То есть, многое зависит от того, эээ, готовы ли вы работать над собой, эээ, готовы ли вы работать со своими проблемами или нет. Ну, мне кажется, эээ, примерно так, мне кажется, примерно, такой ответ вам можно дать. Да. Вот. Вот. На этом, эээ, собственно, всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. эээ, я рекомендую вам быть честнее, эээ, самой собой, эээ, в контексте ваших чувств. Вот. И поработать с виной, которая не позволяет вам до конца быть свободной. То есть, вы, Наталья, эээ, как бы, говорите про замызник девочек, но мы здесь психологи, мы здесь профессионалы, никто вас судить не будет. А вот себя вы судите. И это, в том числе, помимо всего прочего, также мешает вам, на мой, на мой взгляд, эээ, двигаться вперёд. Вот. Поэтому, такой вот вам будет ответ. Значит, значит, эээ, буду благодарен вам за оценку моих, моего ответа. Если он вам понравился, я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация так или иначе разрешится, вы сможете, эээ, разобраться в себе и, эээ, обрести внутреннюю гармонию. Всего вас, всего вам самого доброго, эээ, и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok